Ну а мы с вами посмотрим на другую встречу, на встречу Удинеза и Тоттенхэма, которая вот здесь у нас сегодня и состоится, в Удине. Составы играющих команд на ваших экранах. Вот сейчас мы видим состав Тоттенхэма, и обязательно я еще по поводу этого состава, так же, как и по поводу состава Удинеза. Скажу пару слов и назову обязательно всех футболистов, но и заодно главных тренеров. Можно только понадеяться, что сегодня встречу мы увидим для Тоттенхэма в большей степени симпатичную, что ли, чем в последнее время. И не потому, что все мы болеем за Тоттенхэм, но просто хотелось бы увидеть хороший футбол, а хороший он получится именно в том случае, если сумеется играть и Тоттенхэм, а не только лишь Удинеза. Посмотрим. С другой стороны, если говорить про итальянскую команду, то Удинеза традиционно в Италии считается средняком, и, наверное, правильно считается, но вот в этом году подопечные Пасквали Марина играют очень-очень недурно, а главное Удинеза обладает чрезвычайно перспективным составом. Итак, давайте посмотрим, каким же получится сегодняшняя встреча, и вообще какой получится сегодняшняя встреча, и что здесь на стадио Фриули получится у соперников. Начнем мы с гостей с Тоттенхэма. Ворота голкипер Гомес, первый номер, второй Аллен Хаттон, 26-й Ледли Кинг, 39-й Джонетон Вудгейт, 32-й Бенуа Асу Экото, 3-й Гаррет Бэйл, 7-й Аарон Леннон, 4-й Дидье Закара, 8-й Джермен Дженнесс, 24-й Джейми Охара и 10-й Даррен Бент. Таков сегодня состав Тоттенхэма, главный тренер этой команды Хуан де Рамос. Удинезе. Вот примерно так, если честно вам сказать, я увидел пару матчей Удинеза в этом сезоне, но комментировать эту команду мне еще не приходилось, тем приятнее будет с ней познакомиться, так совсем уж внимательно, я думаю, что наш телекомал регулярно транслирует самые интересные поединки серии. А, ну, если Удинеза будет так же продолжать как стартовал, как начал, я думаю, что обязательно мы еще ни раз, ни два матча вот этой команды покажем. Мы уже транслировали футбол с участием Удинеза. Что касается Тоттенхэма, Тоттенхэм, как вы знаете, перешел перед началом этого сезона Роман Павличенко, однако играть он сегодня не может по той простой причине, что заигран за Стартап и Еврокубик поступать не может за Тоттенхэм. Тоттенхэм тоже самое касается и еще одного серьезного приобретения Тоттенхэма, Ведран Чурлука, хорватский защитник, которого все мы прекрасно помним по выступлениям за Манчестер-Сити, а также по выступлениям за сборную Хорватии, в чемпионате Европы. Ведран Чурлука играть сегодня не может. Но не факт, что он бы даже сыграл, если бы была главная такая возможность, поединка со Сток-Сити он получил травму головы, это всегда, наверное, чревато различными неприятными последствиями. Техборный Италии отыграл наилучшим образом, так что вряд ли файбер Кулиарелла, автор и Швейцария, вспоминает с большим удовольствием. Энглер. Передача в чужую штрафную, в результате последовал удар по воротам, причем по собственному в исполнении капитана Тоттенхэма, Лэдли Кинга. У Лэдли Кинга травма колена, и рассуждали журналисты английские Хуан де Рамо, стоит ли его выпускать на поле. Было непонятно до последнего, сюда приехал Лэдли Кинга, но в итоге на поле выйти он смог. Не факт, что это очень уж здорово для этого Хуэма, потому что по прогнозам некоторых медиков, вполне может случиться так, подача Антонио Динатолия, отличная подача, Гомес вылетает из ворот. Шестерин Кинга. Приятно, какой эпизод. Да, однако, я очень давно так его не видел. На пенальте-то был очевидный. А как насчет карточки? И какой? Лукович, за что получил желтый? А за что получил желтый Лукович? Идем за разговором. Рейлио Бомес свое предупреждение целиком и полностью заработал. Вообще, довольно глупо все получилось, на самом деле, если разбираться со стороны. Причем, я тут не говорю вообще о действиях Бомеса, а в целом, вот посмотрите, отброс мяча не обязательно. Дальше Бомес от мяча отлетел, а дальше Квалиарелла рванулся. Ну, конечно, прихватил его Бомесу. Может быть, в Голландии и в Англии форвард попробовал стоять на ногах? На Квалиарелла форвард немножко другого типа. Он, естественно, на ногах не стал стоять любой ценой. Впрочем, и в Англии с футболистами, которые тоже большой будет лейпастер, но я сейчас не знаю. Удар, и вот так Удинеза открыл счет. 1-0 в пользу хозяев. Четко очень капитан команды из Удинеза взялся реализовывать вот этот 11-метровый. И Гомес угадал направление полета мяча. Но удар, удар вышел очень точным. 1-0. А поскольку говорим мы все-таки о матчах группового этапа, не будем забывать, что здесь не так уж важно с этим счетом побеждать. Главное побеждать, в принципе. Помедл, помедл, немножко, ну и все, и слайд. Вот так. Передача с фланга. Передача. Очень, очень опасно. Главой всю борьбу в воздухе хозяева не проигрывают. Дальний удар. И первый возле мяча Гомес отразил мяч как-то перед собой. Но на добивании никто не смог сыграть из ударистов Удинеза. Очень, может, не перед собой. Чуть в сторону. Народ держит его Леви Кинг. Пас направо. Леннон. Осматривается Леннон. Это Куриорелло. Куриорелло после травмы Лукеттуни был вызван матчевый лип из сборной Италии перед встречей с черногорцами. В общем, выбор приличный, конечно, итальянских форвардов. Есть и маршелеллиты. Может принимать любые решения. Вот с защитниками. Давайте видим, особенно, четко на Евро. Защитниками все не так хорошо. Хотя новые люди появляются. Тот же Мото. Такая ошибка. Очень грубо. Можно сейчас... Можно было забивать. Теперь уже даже пробить-то сразу не получилось. Ошибается второй раз подряд Самир Ханданович на выходе. По мячу не попал. Затем еще и врезался в Вудгейта. Еще падал, заваливая Вудгейта. На самом деле, будет внимательно посмотреть. Смотреть, что это было тогда начало. Но в любом случае, конечно, бить нужно с правой ноги. Хатана побыстрее. Передача в район центрального круга. Закара. Очень ловко прессингует соперник. Угинцы. Причем без нарушений правил. Ух, какой удар! А гол мог получиться просто отличный в исполнении Дагастино. Мягко пытался перебросить. Как бы перебросить мяч через голкипера. Но в итоге и через ворота перебросил тоже. Борьба. И Санчеса явно не полюбили футболиста Кутенхэма. Вот это здорово. Бывает же такое. Представляете, красную карточку заработал Ухара. На ровном месте. Но где-то минут за минуту. У Джейми Ухара получает второе предупреждение подряд. И оставляет свою команду в меньшинстве. Санчес на ногах. Можно внимательно смотреть. Еще раз уже Ухара сделал. Вот это было. Ну да. Ну не настолько, чтобы уж прям кататься по земле. Но сыграл грубо. А главное, совершенно не обязательно было действовать в такой ситуации Джейми Ухаре. В результате и Санчес на поле, и Ухара в раздевалке. Да. Передача вперед. Очень опасный момент. Как же это Удинез не сумел забить. Ждали свистка от арбитра. А вот вам и брых. А он не стал свистеть. Протест. В общем, все правильно, что свистка не было. Здесь никакого офсайда в помине не могло быть зафиксировано. Во-первых, мяч совершенно никого не коснулся. Посмотри, как он пролетел мимо всех. Домицы ждет, ждет. Когда же можно будет делать передачи. Вот он их передачи выполняет. Эмляр. Хорошее подключение очередной Мотты. Может быть, в будущем мы увидим именно такой оборонный сборной Италии. С Моттой, например, Дичелли на флангах. Ну, это как вариант. Не очень виден Кулиарелло в последние минуты. Динатали в чужой штрафной. Бьет. Кулиарелло. Там уже свисток был. Но даже при том, что попал Кулиарелло в офсайд, все равно не смог он реализовать этот эпизод. Здесь не было игр рукой, а вот Кулиарелло в положении в ней груду. Медлил, медлил. Высокая очень передача. Гомес. Что ж Гомес такой творит-то регулярно? Да, здесь арбитр уже дал свисток. Выронил мяч в борьбе с Домицы. А Эндлер все закончил ударом через себя. Ударом, правда, не точно. Делает передачу хорошую. Бэнд! Вот. Вот сейчас мог бы Токенхэм забить гол. И говорить о том, что незаслуженно это, совершенно неверно. Потому что Удинеза уж слишком спокойно относился к даже не то, чтобы нереализации. А к тому, что неплохие теоретические атаки портились. Причем усилием итальянских. А Токенхэм мучился-мучился, но в конце концов ответил. И Даррен Бэнд здорово пробил. Ханданович выручил. И еще один момент. Голя Релла. Отличная возможность. Пепе! Гол, гол! 2-0! Удинеза реализует свое преимущество. Очень была красивая, быстрая контратака. Вот, пожалуйста, и гол. Симона Пепе второй мяч от коворот Тоттенхэма отправляет. У всех нужно отметить, безусловно. И Ди Наталия, и передача, которая выполнена была на Куле Реллу. И сам Куле Релла. Вот здесь сыграл хорошо. Посмотрите, отбросил мяч на Пепе. Дальше Пепе обыграл Мудрича. Спокойно осмотрелся и пробил мяч рикошетом от штанги. Оказался в сетке ворот. Наталия, Куле Релла. И Пепе. 2-0! Кинг! Длинную передачу вперед! И свисток раздается. Ну что же, встреча-то закончилась. Удинеза дома у себя обыграл Тоттенхэм со счетом 2-0. Я напоминаю, что Спартаку 6 ноября играть как раз Удинеза в Лужниках в Москве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!